Чем ближе час расплаты, тем жестче акции протеста. Сегодня дальнобойщики по всей России устраивали своеобразные митинги. Кто-то останавливался на обочине или даже на полосе, кто-то продолжал движение, но снизил скорость до минимума. Таким образом решили выразить свое недовольство новым сбором на ремонт федеральных трасс. Протестная волна не обошла стороной набережные Челны. Подробности в репортаже Егора Орлова. К сегодняшней акции они начали готовиться еще накануне. Поделились работники одной из челнинских автобаз. В рейсы машины пойдут с табличками, где, как говорится, черным по белому написано, чем так недовольны дальнобойщики. Напомним, с 15 ноября за каждую фуру тяжелее 12 тонн до выезда в рейс придется вносить предоплату за каждый километр по федеральным трассам. Это серьезно ударит по бюджету крупных фирм-грузоперевозчиков, загубит небольшие компании, тысячи россиян останутся без работы, уверены специалисты отрасли. Смысла нет уже. Так что мелкие продают машины. А вот крупные организации как-то еще на плаву. Очень напряженная обстановка, потому что коснется это всех. И если на самом деле так и будет, то, скорее всего, придется закрываться, и водители останутся без работы. И в России очень много, кто останется так без работы дальнобойщик. Топливо дорожает, расценки не повышаются, а дорог хотят содрать. Дорог-то толком и нет нигде. Одни ямы до кочки. Вот так и думайте сами. Ремонт машины сколько обходится. Еще за дороги собираются сдирать. Вот я не знаю, как дальше выкручиваться людям вообще, работать, не работать. Где и как поддержать акцию? Челнинцы толком не договаривались. Как выйдут на федеральную трассу, либо остановятся, либо замедлят ход. Даже одна фура способна создать проблемы на дороге. Если их несколько... Всего четыре грузовика практически перекрыли трассу М7 в направлении от плотины ГЭС к Орловскому кольцу, собрав за собой длинный хвост на первой автодороге. Но одну полосу все же оставили, свободной. И так в десяти регионах России. Само собой, в Москве есть сообщения из Ульяновска и Ижевска. Совсем блокировать дороги не стали. Но ясно дали понять, что транспортный коллапс устроить могут запросто, соблюдая при этом правила. Никто ничего не нарушает. Сейчас гавалет, скользко. И водитель выбирает ту скорость, которая ему позволяет правильно управлять автомобилем. Это может быть и пять километров, может быть и десять. Генеральный директор крупной транспортной компании и президент логистической ассоциации Татарстана считает вводимый уже в это воскресенье налог на ремонт федеральных трасс ошибкой, которую нужно признать на уровне правительства страны и все отменить. Система Платон, которая отвечает за взымание оплаты, пока непродуманная и не работает. Нет бортовых устройств для машин. Зато гигантские штрафы от полумиллиона уже есть. И пострадает в итоге большинство россиян, а не только бизнес. Зачем? Зачем придумывать себе сложности? В конечном итоге страдает тот человек, который является покупателем продукции. Если он идет в магазин, он увидит, что через два дня цена будет. Тем временем постановка грузовиков на учет в офисах Платона продолжается по всей стране. И это несмотря на то, что многие вопросы пока без ответов. Просчитать весь маршрут наперед просто невозможно. Но если даже аванс внесен, как быть, когда тягач ломается в дороге? Как перекинуть деньги на счет другой машины? В итоге сплошные переплаты и штрафы, уверены предприниматели. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил действующую с 15 ноября налоговую ставку на уровне чуть более полутора рублей за один километр федеральной трассы. Но это только до весны 2016-го. Потом придется платить уже по три рубля. А с 2019 года и вовсе рассчитывают вернуться на изначально запланированный уровень 3 рубля 73 копейки за километр. К тому же в 2017 году свои сборы для дальнобойщиков могут вести власти субъектов федерации. Ведь фуры, чтобы сэкономить, при случае будут строить маршрут через трассы регионального уровня. А значит износ там повысится, понадобятся деньги и на их ремонт. Увеличится нагрузка и у городских дорог. Вот у нас первая дорога, мы должны ездить по законам вот этого Платона. А мы завернем в город, проведем по городу, в городе будет. Ничего не нарушая. Обсуждение в профессиональных кругах и диалог с властями продолжается. Уже есть подвижки. Первоначальный тариф был снижен. Возможно, повышать его в следующем году и не будут. И точно известно, что пока наказания будут применяться только в Московской области. Егор Орлов, Ленар Мустафин. РЕН-ТВ. Набережные Челны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова